Здравствуйте! Вы смотрите программу события в студии Виктория Шаре. В Самаре в каждом районе полным ходом идет ямочный ремонт дорог. В этом году он стартовал на неделю раньше, чем обычно, уже в конце февраля. На улицы города ежедневно выходят бригады муниципального предприятия благоустройства. Анастасия Зубарева проследила весь процесс, начиная от производства асфальта на заводе и до того момента, когда он оказывается на дороге. При 40 градусах мы даем нагрузку. Нагрузка 52 килограмма идет на образец. Семь раз отмерь. Негласный девиз лаборатория асфальтобетонного завода. К изготовлению асфальта подход научный. Прежде чем оказаться на дороге, смесь должна выдержать не одно испытание. Директор завода Александр Филатов свой асфальт на улицах города узнает тут же. Здесь изготавливают несколько видов асфальтобетона. В один для прочности и эластичности добавлен полимер. Другой – летая смесь повышенной плотности. Она позволяет ремонтировать ямы и при минусовых температурах. Важно! В этом году ямочный ремонт начался на неделю раньше обычного, чтобы максимально быстро привести дороги в порядок. Работы ведутся по всему городу в круглосуточном режиме, а их график регулируется таким образом, чтобы исправлять именно те улицы, где это нужнее всего. В том числе по предписаниям ГИБДД и сигналам автолюбителей. У нас завод работает круглосуточно по тому графику, по которому приезжают дорожно-строительные организации загружать свои кохеры. Практически и днем, и ночью мы работаем в этот период. Компоненты литой смеси разогревают до нескольких сотен градусов, заливают в специальную термос-машину, кохер и везут на место. Из ям сначала выдувают весь мелкий мусор и только потом заполняют асфальтобетоном. Работают дорожники, как правило, ночью, чтобы не мешать автомобилистам. Десять минут – и смесь застывает. Это является элементом содержания автомобильной дороги, то есть это поддержание эксплуатационного состояния дороги до возможности входа в настоящий ремонт с резервованием заплатки горячего асфальтобетона. Нормальный можно определить только погодным условиям, как я уже назвал, температура окружающего воздуха и покрытие плюс 5 градусов, соответственно сухая погода. География ямочного ремонта охватывает весь город и центральные, и отдаленные районы. Мониторинг ведется постоянно, первые результаты налицо. Когда позволит погода, в Самаре начнется комплексный ремонт дорог и восстановление полотна картами. Анастасия Зубарева, Максим Гусев, События. Городские власти продолжают контролировать уборку территории областной столицы. По поручению главы администрации Самары Олега Фурсова, муниципальные служащие два раза в неделю обходят закрепленные за ними участки. В первую очередь проверяют качество уборки дворов, состояние фасадов зданий, а также территории, закрепленных за объектами потребительского рынка. Наша съемочная группа отправилась в один из рейдов с сотрудниками городского департамента ЖКХ. В первом же дворе на улице Владимирская выявили нарушение. Недостатки в принципе все налицо, начиная от неубранного, вытаившего мусора, заканчивая сухими деревьями. Управляющие компании в принципе уже указали эти недостатки. Они сейчас всю работу взяли в работу и начнут устранять замечания. Через несколько дней однозначно пройдем, проверим. К тем организациям, которые нерадивы, назову их так, которые не поймут, что места необходимо привести в надлежащее состояние после зимы, будут применены меры административного воздействия. Что касается уборки территорий вокруг магазинов, то это уже зона ответственности самих предпринимателей. 20 метров вокруг отдельно стоящего здания и 5 метров рядом с магазинами, расположенными на первых этажах зданий. Представители крупных торговых сетей на еженедельном штабе по благоустройству в мэрии Самары рассказали, договоры на уборку улиц с клининговыми компаниями заключены, есть графики работ. Однако не везде территорию убирают качественно. Чтобы обеспечить оперативное исправление ошибок, главы районов будут напрямую указывать представителям торговых сетей на недоработки клининговых служб. Больше вопросов по соблюдению правил благоустройства к маленьким магазинам и ларькам. Как и владельцы справляются с уборкой, будет контролировать департамент потребительского рынка и услуг. Торговые сети и магазины не должны отставать от графика работ, утвержденного по всему городу. Наша задача до 15 апреля уже привести территорию совершенно точно в порядок. У нас там останется до 1 мая покраска контейнеров, какие-то работы, которые связаны с погодой. А то, что касается ворошения снега и в конечном итоге уборки мусора, 15 апреля у нас должен быть порядок. Дворники уже вовсю занимаются подбором мусора. А с 20 марта на борьбу с пылью выйдут 11 машин-пылесосов муниципального предприятия благоустройства. Пять маленьких будут чистить тротуары, шесть больших – пылесосить дороги. К середине апреля сотрудники муниципального предприятия уже приступят к мойке порядка 300 самарских дорог. Тем временем сотрудники управляющих компаний освобождают фасады домов от незаконной рекламы. Многие владельцы их действия воспринимают в штыки и буквально с кулаками отстаивают свою собственность. Одну из таких сцен наблюдала Алина Чемерес. Она объясняет, что в ноябре было предписание снять эту вывеску, а вывеска поднята в повешении в январе месяц. Вообще странно что-то. Ни предписание ничего не дают, официально ничего не сообщают. Вешать вот такие рекламные плакаты на фасадах жилых домов запрещено. Однако за свое рекламное имущество собственники стоят до последнего. Отговорки всегда одни и те же. Предписание не получали, что рекламу без разрешения вешать нельзя, не знали. Уверяют, с жителями все согласовали. ЖУ поставили в известность. Я когда в рекламной кампании заказывал, они сказали, что не надо согласовываться. У нас же ни реклама ни пива, ни водки. Ни реклама никакой фирмы, ничего. Абстрактная, живая рыба. Почему я должен снимать? Нередко обиженные собственники даже пишут заявление в полицию. А бывает, отстаивают баннеры грудью. Фасады домов, согласно жилищному кодексу, общедомовое имущество, за использование которого частные предприниматели должны платить. Это дополнительный источник финансирования управляющих компаний, которые могут направить вырученные деньги только на домовые нужды. Как правило, законное сосуществование оказывается на руку и жителям, чьи дома будут лучше обслуживать, и владельцам вывесок. Можно быть спокойными, что баннеры внезапно не исчезнут с фасада дома. Они должны собрать пакет документов. Первый пакет – это разрешение собственников на то, что собственники разрешают использовать общедомовое имущество с целью размещения чего-либо. Следующее – заключить договор с управляющей компанией. Соответственно, если их конструкция попадает под понятие рекламы, соответственно, собрать остальные документы и передать их для получения разрешения в администрацию. Если документов нет, выход один – демонтаж. Баннеры сотрудники управляющей компании увозят в ЖЭУ, где собственники могут получить назад свое имущество вместе со счетом за снятие вывески и ее хранение. Отговорки владельцев, мол, ничего не получали, беспочвенные. Специалисты утверждают, на всех предписаниях стоят подписи получателей. Уведомления представители управляющей компании выдают регулярно, уже более полутора лет. В жилом фонде компании около пяти тысяч частных объектов, находящихся в домах. Как правило, отделения банков и сетевые магазины предписания исполняют сразу. Проблемы возникают с мелкими предпринимателями. Что касается жителей, многим реклама на фасадах просто не нравится. Весна шутит в управляющей компании, время собирать рекламный урожай. Тепло и работать проще. За каждый выезд сотрудники компании снимают с фасадов около десятка незаконных вывесок. Алина Чемерис, Павел Пресняков, События. Городская казна должна пополниться. Такую задачу перед подчиненными поставил глава администрации Олег Фурсов. Это связано с предстоящими расходами на ремонт дорог, созданием новых общественных зон, благоустройством города, реализацией программы капремонта жилья. Кроме того, требуется восполнить недополучение денег от земельного налога. Ряд оборонных предприятий претендует на возврат ранее уплаченного земельного налога. Из-за этого бюджет в этом году может потерять 330 миллионов рублей. В мэрии нашли дополнительные источники дохода. За счет передачи федеральной земли в собственность муниципалитета. Город будет получать арендную плату. По предварительным подсчетам, эта сумма может составить около 90 миллионов рублей в год. Еще порядка 200 миллионов за счет продажи патентов трудовым мигрантам. 70 миллионов за счет легализации автостоянок. И плюс дохода от патентной системы налогообложения в отношении малого бизнеса. Отдельная тема – продажи земельных участков под строительство. Право распоряжаться землей власти Самары получили 1 марта текущего года. Первые аукционы должны пройти в мае-июне. Сегодня все службы мобилизованы на решение этих задач. Я абсолютно уверен, что эти задачи выполнимы. И федеральные службы, от которых очень многое зависит, которые сегодня присутствовали на совещании, они подтвердили также свое желание совместно с нами решать эти задачи. Кризис ударил по иностранным производителям. Но в результате пострадают и самарцы. Опель и американский «Шевроле» уходят с российского автомобильного рынка. Из-за этого в Самаре в ближайшее время могут закрыться два дилерских центра. А без работы останутся несколько десятков человек. Отстрелялись по своим. Американские и европейские санкции, разжигающие кризис в России, вынудили европейскую марку «Опель» и американский «Шевроле» уйти с российского автомобильного рынка. Из-за этого в Самаре в ближайшее время могут закрыться два дилерских центра. А без работы могут остаться несколько десятков человек. Решение об уходе из России «Опеля» и «Шевроле» было принято после подведения итогов продаж за прошлый год и начало этого. Если в прошлом году падение продаж достигало 30%, то в этом году и вовсе 80%. Одной из причин резкого спада называется обвал рубля и повышение цен. Всего за год автомобили подорожали от 35% до 70%. В «Дженерал Моторс» утверждают, что дилерская сеть будет реструктуризирована, а производственные предприятия законсервированы. Однако компания обязуется сохранить взятые на себя сервисные и гарантийные обязательства по уже проданным машинам. Согласно планам «Дженерал Моторс», «Опель» должен полностью уйти с рынка до конца года. «Шевроле» уберет с рынка модели корейского производства, но сохранит американский премиум – внедорожник «Тахо» и спортивные «Камара» и «Корветт». Основная же ставка будет сделана на премиальный бренд «Кадиллак». Правда, как он спасет позиции GM на рынке – неясно. За первые два месяца нынешнего года российские дилеры продали всего 72 автомобиля. А в Самарской области, по данным агентства «Автостат», за первые два месяца на учет поставлен всего один автомобиль. В Самаре работают два дилера марок «Опель» и «Шевроле» и один дилер марки «Кадиллак». Еще три дилера «Опель» и «Шевроле» работают в «Тольятти». Скорее всего, в ближайшее время салоны начнут сокращение персонала. На улице окажутся десятки людей, которым сложно будет найти место работы в автобизнесе. Эксперты полагают, что в ближайшее время с российского автомобильного рынка могут уйти и некоторые другие бренды. Спастись смогут только те, кто вовремя переориентируется и сможет даже в кризис предложить покупателям приемлемые цены на автомобили, а также вполне достойный уровень автокредитования. Построить дом или купить квартиру, особенно в кризис, дело нелегкое. Осложняет ситуацию и сбор документов. Теперь оформить весь пакет можно в легко и быстро в многофункциональном центре, который продолжает расширять список своих услуг. Ольга Петрова – частый посетитель многофункционального центра в Самаре. Для личной жизни и работы выбирает именно МФЦ. И расположение удобное, и работают здесь быстро. Я постоянно обращаюсь по недвижимости, как работу сферы недвижимости, обращаюсь в основном к кадастру палата. Мне очень нравится, потому что здесь в основном очереди очень мало, то есть очень много окошек, то есть сферы услуг очень много. Самарский МФЦ активно ведет работу по расширению перечня предоставляемых услуг. В ближайшие два месяца увеличится пакет документов, выдаваемых департаментами имущества и строительства и архитектуры. С начала этого года уже оказано в районе 72 тысяч услуг в сфере недвижимости. Но, соответственно, это направление пользуется особой популярностью, и поэтому мы стараемся расширять количество услуг. На данный момент планируется добавить еще 9 услуг. Это значит будут услуги департамента строительства и архитектуры и департамента имущества. И в совокупности будет 32 услуги. На сегодняшний день самыми популярными услугами в сфере недвижимости остаются выписка из ЕГРП и регистрация прав на недвижимое имущество. Марьяна Мирна, Алексей Золотенков, События. Если есть дом, он должен быть наполнен детским смехом. Имя акушера-гинеколога Валентины Китаевой женщины передавали из уст в уста. Попасть к ней для многих означало успешное выздоровление или легкие роды. Врач от Бога отмечает свое 90-летие. Историю долгой жизни удивительная женщина рассказала нашему корреспонденту. Сотни женщин готовы расцеловать руки этого человека. Золотые руки, которые спасли множество жизней и помогли родиться сотням малышей. В 40 лет Валентина Яковлевна отдала медицине. Работала хирургом в гинекологии больницы Симашко. У нее в копилке много страшных историй, но практически всегда со счастливым концом. После моих операций осложнений никогда не было. У меня никто не умирал. Умерло за все время, которых я не могла спасти. И уже нельзя их было спасти. Два человека и все. В детстве у Валентины сильно заболел. Было подозрение на пневмонию. Врач ее спас. И девочка решила и свою жизнь посвятить спасению других. После мединститута пошла работать гинекологом в больницу Симашко. Отговаривали. Не испугалась. Условия у нас были тяжелые в то время. Если вам рассказать, вы не поверите. Женщины лежали на полу. Сетки были гнилые, проваленные. Вот эти панцирные сетки. Матрасы гнилые. Ужасные. Белья мало. Везли нас. Аборты были запрещены. Сколько красавиц умерло. Какая статическая была жуткая. Но к бабкам шли. Куда? Аборты запрещены были. За сутки, вспоминая доктор, в женское отделение и роддом поступали 18-20 человек. Вместо положенного количества пациентов приходилось брать на себя двойную нагрузку. У меня такие были дежурства, что вот подряд везут. Операция тяжелая. Большой кровопотери. Раз. Операция. Валентин яг не размывается. Следующий носилочный. Четыре подряд. А после этого, ну думаю, хоть вздохну. У меня в одном кармане был кофеин, порошок. А в другом шоколадка. Попить, поесть некогда иногда было. Вот так мы работали. Отдыхать после дежурства тем более было некогда. Активную пробивную женщину два раза выбирали депутатом от Кировского района. Благодаря ей в районе появилась женская консультация. Больные туберкулезом стали лежать отдельно от остальных пациентов. Но, несмотря на такую занятость, Валентина Яковлевна всегда оставалась истинной леди. Я всегда была аккуратной. Все говорили, какие у нее необыкновенные красивые босоножки. Какой на ней колпак всегда стоит, белый, крахмальный. Отмечали. Ну, сохранить там красоту было трудно. Халат надо было менять несколько раз. Сейчас Валентине Яковлевне 90 лет. По иронии судьбы, помогая другим познать счастье материнства, сама осталась в одиночестве. Муж умер, единственный сын трагически погиб. Но женщина уверена, жизнь свою она прожила не зря. Марина Матвеевична, Сергей Баскин. Четыре самарских боксера выполнили норматив мастера спорта. Такой результат тренеры получили впервые за последние годы. Бокс в областной столице с каждым годом становится все популярнее. Открываются бесплатные секции, проходят областные и городские соревнования. По инициативе депутата городской думы Александра Гусева, лучших спортсменов города наградили памятными подарками. Большая боксерская семья Самары собралась в стенах городской думы. Среди приглашенных заслуженные тренеры и их воспитанники. Александр Елицов со спортом дружит с детства. Много лет занимался футболом. По совету брата записался в секцию бокса. Хотел стать сильнее. Вот уже 10 лет усиленно тренируется. В прошлом году победил на областных соревнованиях и выполнил норматив мастера спорта. Уверен, интерес молодежи к боксу растет во многом благодаря появлению бесплатных секций. Сейчас я в основном тренирую, что это на Держинке. Там есть зал. Раньше там не было, а сейчас теперь разрешают тренироваться. То есть зал, все там устроили. То есть бесплатно туда приходишь, тренируешься. Это очень хорошо. Для популяризации бокса в Самаре проводится большая работа. Ежегодно проходят городские и областные соревнования. Только в проекте «Лето в боксерских перчатках» в прошлом году приняли участие более 500 самарских мальчишек и девчонок. В городе открываются новые тренировочные площадки. Вовлекают и школьников. Так принято решение организовать занятие боксом к Одесскому училищу, как это было когда-то в Суворовском. Чтобы быть исторически справедливыми, сделали все, чтобы такая секция появилась. Сейчас там Севрюгин тренирует, мальчишки ходят. И для них, как для будущих офицеров, конечно, очень важно сейчас заниматься спортом. За большие достижения в спорте юные самарские боксеры получили благодарственные письма и подарки от городской думы. Лариса Шалафаст, Станислав Левин, События. Телефон редакции 202-11-22, наш сайт samaragis.ru. Читайте нас в Твиттер, скачивайте приложение и смотрите телеканал Самарагис на экранах смартфонов и планшетов. Всего вам доброго и до встречи. Здравствуйте. Финансовые новости на телеканале Самарагис. Просроченная задолженность россиян перед банками продолжает расти. По оценкам агентства Sequoia Credit Consolidation, если по итогам года просрочка по кредитам выросла на 51%, то уже за первые месяцы 2015 года рост составил 12%. Общий объем просрочки 747 миллиардов рублей. Заемщики выходят на просрочку в основном из-за ухудшения материального положения. Чуть меньше людей жалуются на потерю работы и сокращение зарплаты. Заемщики, имеющие кредит в иностранной валюте, сетуют на невозможность справиться с резко возросшей долговой нагрузкой. Инфляция в России за период с 11 по 16 марта составила 0,2%. Такие данные публикует Росстат. На этом уровне инфляция держится третью неделю подряд. С начала марта потребительские цены увеличились на 0,5%, с начала года на 6,7%. В марте прошлого года инфляция составила 1%. Председатель Центробанка Эльвира Набиулина на прошлой неделе заявила, что инфляция в России в 2015 году останется в пределах 12-14%. Набиулина вообще много чего говорила. Да вот ответственности за все свои разговоры никакой не несет. Российский фондовый рынок открылся ростом котировок по отношению к основной торговой сессии среды. Индекс ММВБ подрос до 1647 пунктов. Среди лидеров роста – Мичел, Полиметал, Аптечная сеть 36,6, Сбербанк и ОГК-2. Лидеры падения – Алроса, Северсталь и Солерс. Позитив на российском рынке вызван решением ФРС США оставить ставку на прежнем уровне. Европейские и американские площадки завершили среду позитивно. Цены на нефть немного отскочили вверх. Фьючерс S&P растет. Азиатские рынки также показывают преимущественно позитивную динамику. Курс доллара на 19 марта – 61,34 рубля, курс евро – 65,01 рубля. Золот стоит 2266 рублей за грамм. Серебро стоит 30,69 рубля за грамм. Цена нефти марки Brent – 55,38 доллара за баррель. На сегодня это все. Удачи в делах. Самарский конькобежец выиграл две медали ТАПа Кубка России. Хоккеисты ЦСКА ВВС сыграют в полуфинале Российской хоккейной лиги. Крылья Советов продолжают борьбу за бронзовые медали. В Ярославле Крылья Советов сыграли в сухую с местным шинником. В первом тайме Самарский клуб дважды мог забить спортивный снаряд ворота противника. Но их дважды спасала штанга. Заряжали Сергей Корнеленко и Денис Ткачук. Второй тайм прошел в равной борьбе. Отличиться могли у Советов все тот же Корнеленко, а в добавленное время Станислав Драгун. В итоге сухая ничья 0-0 и Крылья Советов зависли на четвертом месте в турнирной таблице чемпионата страны Футбольной национальной лиги. На гостевой хоккейной арене ЦСКА ВВС обыграл Ямальских стерхов в четвертьфинале плей-офф Российской хоккейной лиги. Решающий пятый матч за выход в следующий раунд соревнований закончился со счетом 4-2. Серию военные летчики выиграли при двух поражениях и трех победах. В полуфинале ЦСКА ВВС встретится со Смоленским Славутичем. Соперник разобрался с Алтаем в трех матчах. В другой паре путевку в финал разыграют Мордовия и Ростов. В Коломне финишировал шестой этап Кубка России по конькобежному спорту. Самарец Евгений Назаров привез две медали. Дистанцию тысячу метров он закончил третьим с результатом 1 минута 11 секунд. Первому и второму призерам соревнований Михаилу Кокшарову из Челябинска и Михаилу Козлову из Перми Назаров уступил сотой доли секунды. В масс-старте 16 кругов самарский спортсмен финишировал уже вторым. От победителя гонки саратовца Данила Семерякова Евгений отстал всего лишь на 0,12 секунды. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok